да начнется бой господа и рано здесь сейчас наблюдается у нас вторую встречу сегодняшний вечеров у кирс против гад комплекс будут играться первым об у нас металл и как уже говорилось да будет бой но в этом раунде очень быстро пробегают господа и зимволов у кирс и раскладывать всю оборону которая не успела я помню сать и поскать пишет только но там фейс конечно ультанул на 3 полкил для команды еще и за четвертым поехал и до 4 добрался насколько же пикантичные наши ребята ровно 20 20 старт матча просто всегда бы так что в таком случае как раз тоже и расскажу что ну вот ребята в десе в конфе нахожусь но мы с тобой вместе находимся они написали что вот четко так то так и там вроде как говорили какой-то задержки что могут опоздать а это в дт так писал что он типа можешь сам опоздать но у них играет эта прямящая замена не свапаться будут но вот дальше ребятам сами что по расписанию начнем я цитирую в 2020 уже будем в комнате вот типа все четко но на самом деле да кайф в этом есть определен да люблю люблю такие моментики ну ладно давай вернемся все-таки к игре где лео опять же суеты наводит лео даблкилл без единого без единой потери по здоровью проходит под аплент юнекс правда идет на зачистку но не справляется опять же в индивидуальной встрече против лео остается копием как бянский один против троих но и здесь не добрался он до своего соперника кумиллиан убрал своего оппонента с дороги это 2-0 и пока что команда хуперс вырывается вперед да также ребятки в течение этого вечера ставки будут сейчас на каждую карту акцентируем ваше внимание но возможно это будет только в течение этого вечера после трансляции мы с илюши с нашими модераторами потестируем еще несколько вариантов если найдем альтернативу то озвучим вам эту альтернативу на следующем эфире если нет то ставки останутся на течение сезона на каждую карту за исключением мальчей формата по 3 best of 5 ну а тем временем перемещение на позиции длины где лакост опять же попытался оказать сопротивление хитрому но у хитрого есть прикрытие в лице аумина аумин опять же работает с погремкой но пока что идет третий раунд а для него это был только первый килл надо бы боди себя найти в этом матче на лево вместе 100 миллион перестраиваются под б-плент есть уже выход и есть контакт откидывается хаерс и милин получает огромную порцию урона но лево разменивается правда у лево не было информации по копии он его искал там где-то в районе широкой а получилась точностью наоборот соперник вышел с узкой и со спины расстрелял 2-1 поехали на оборону вроде как выпрямляется сейчас получили за себя первый раунд можно немножко выдохнуть кошечки разбивать летела хаешка в район и вторая полетела еще оттуда туда точнее третью закидывает атака не теряет на этом здоровье заставил как раз таки кстати соперника из ключевых моментов эти все хаешки отдать видно каблучок пытается по этому все делу настрелять тимоху но брус на характере со своим тиммейтом открылся так еще и третий фраг забираться 4 наберет ли ну почти почти 38 хп остается у левом отличная игра от бруса как раз таки позволяет здесь обороне лучше и лучше чувствовать есть информация по флэйсу что тот с веслом в районе венки орудует но и по его душу вышли но теперь каленый наверняка такая информация ходит от бруса что чет попал и кстати вот будет продолжать с деглом играть не знаю не знаю я чё-то как ты его и вроде беру его что-то стреляю просто сам пытаясь только ему шанс что ли дать и просто шрам угодно но вот залетая он с кайфом значит красивый тем более ты видел какой серебряный такой знаешь какой сосны там фейс попытался от раунд на центральной оформить по итогу его отсюда убрали очень быстро и еще и 2 миллиона вслед за ним отправили отдыхать лакост разменивается но хитрый не оставляет антона без внимания еще один фраг есть для команды год комплекса это уже 4 в 2 и знаешь как первые два раунда начинают блекнуть на фоне происходящего от команды хокерс то есть там залетел сначала фейс на квадрокилл в следующем раунде лео на трипл килл а после этого такое ощущение что закончилась манна ребятки пытаются найти себя но не получается ни в какую лео вместе с фейсом продолжают держать строчку 1 2 1 и 2 место для себя но немного не хватает того же тимохи лакост личном в минусе идет миллион в ноле пытается работать немножко не хватает подключение игроков для команды хокерс заход на б-плэнт где вырубили одного из это же был елнекс но коби отомстил за тиммейта быстро так что проблем никаких для команды год комплекс это уже преимущественный раунд 3 2 загорается но и возможно если 4 2 то мы можем увидеть с вами вовсе тактическую паузу а может быть команда хокерс для себя не ставит каких-то заоблачных целей на карту металла кстати надо по пику посмотреть вообще чей был выбор но судя по старту обороны от команды год комплекс следующий будет деловой центр затеров брали господа из хокерс поэтому такие дела из примечательного кстати мы тоже берем со за циферки это ставки вы че они это прям я не знаю рисковые ребята или точнее знаешь уверенные давайте так скажу хокерс 99 процентов всех ставок заработали как бы 450 тысяч баллов на не было поставлено а вот в свою очередь на год комплекс один процент из них эти четыре тысячи ну то есть пять точка четыре то есть ну я не но шансов кажется в хокерс побольше но типа как-то вот так вот на победу но это не говорит о стопроцентной гарантии я не знаю реально таки как-то уверенно все поставили тоже вы подумайте вы если все заулынили в одну сторону вы же можете также это все перекрыть а тот кто сколько там человек там 8 человек поставили самая большая ставка из них это 1300 самая крупная ставка на команды год комплекс они эти 400 кусков просто за милую душу разберут для себя ну да это безусловно опять же настолько далеко вперед не будем забегать но здесь знаешь даже если хокерс выиграют как бы вообще еще и в минусе не остаться с такими коэффициентами да дело конечно супер супер печальные но пока что это 42 и опять же все на этой карте ведет к тому что мы увидим с уверенную линию со стороны команды good комплекс я не говорю победу говорю линии из раундов они уже четыре подряд забрали для себя может быть сейчас 5 еще оформят и здесь опять же моментик то что они начинают раунд с оффен фрага по фейс может быть атака сейчас попробует похолдить немного может быть они разыграют достаточно вязкий долгий раунд но тут же пока я об этом рассуждал они начинают сундуже под пэплентом где гаснет один за другим никнеймом команда хокерс и выход для коби на трипл килл опять же шикарное завершение и этого раунда но кабянский радует пока что радует этот парень он под сезон прям начинает себя по-иному раскрывать по-иному чувствовать но вот самое главное знаешь что постучать сейчас по деревяшечке и вот не сглазить чтобы продолжал в том же духе немного вот не знаю может быть эмоциональное какое-то выгорание прошло у аумина за ход подготовки к сезону может быть немножко устал перегорел нужно время чтобы вернуться к прежним каким-то дичайшим там фрагом со снайперским девайсом не знаю было бы интересно конечно возможно даже прямо сразу после матча залететь и поговорить с ребятками но не думаю что без подготовки без предупреждения игроков у нас это получится сделать прямо сегодня но тем временем хитрый заходит уже на дл врубает лево и пытается под аплентом навести суеты и более чем ему это удается точно так же как и лакосту лакост стоял до последнего под альфы и нашел массовое убийство с хаешки но опять же это не спасло бом сайт бомба будет установлена дает этим копия уже занимается ну и тумилиан вместе с тимохой тимоха в центральном кафе его закрыли смоками на двойку под эти смоки выходить достаточно опасная затея но у него была хаешка он этой хаешки прочекал хитрого далее тумилиана залетела по коби а вот теперь остается один аумин он со снайперским девайсом и здесь надо действовать вместе есть информация аумин промахивается тумилиан его вырубает хороший ретейк для команды хуферс 2 в 3 и первый же раунд в обороне но и получается что плохая защита для гад комплекс по факту потому что них было отчислено преимущество 3 в 2 не знаю что пошло именно не так то есть может где-то не договорились а где-то просто может быть не достреляли всякое может быть ребяткам здесь есть опция разобрать также какие всем и любым другим игрокам которые попадают на трансляцию снова напоминаем о том что вы можете смотреть повторы тем более что игры сезона будут отдельно еще заливаться на youtube канал ссылка находится как всегда в описании лаквост будет пытаться принимать ломка чё пытаться ну хотя ну да как ты так знаешь сказал потому что ну заранее как то так может в чью-то сторону да нет и кстати ну ребятки тоже надеюсь вы понимаете что когда вдруг что-то такое озвучивать что вот там допустим кажется чудо только лишь пользу да не фейс минус 2 хорош и помогает тиммейту не в атаке проблеме сэ нужно где-то чё-то кого-то это я имею ввиду что то ли нырнуть куда-то всей команды то ли пытаться как-то вязко сыграть может этот бодибилдера бодибилдера может здесь такая поработать или в альфе может найдет а тут вроде бы удобно сидел в венке но не попал сейчас он и он из открытия хорошая между прочим двоих закрывает сейчас бета открыто но тут еще всякий фейс это же ведь он мне было даже бы интересно посмотреть он очень хорошо постановка прицела у него была он же ну ни секунды не прошло вообще лишний он ровно по настрелился на голову при выходе соперника нажал акм убил так аумин свапнул девайс у него в руках крисы и этого достаточно чтобы убрать фейса но достаточно ли чтобы перестрелять лево на дальней дистанции да вполне 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 с кимпой такое не залетела но зато с крисами справился на ура самое главное что был вариант их свапнуть вот кимпан все-таки она достаточно один раз промахнулся и все и пиши пропала если бежать некуда если прятаться некуда то ничего хорошего ждать не придется но раунд отыграли для себя ребятки из команды good complex тем самым они все ближе и ближе к тому чтобы завершать первую карту себе в копилку но это опять же еще далеко не точно может быть мы сейчас увидим целый стрик со стороны хуфер заход через дл пока что пресекается там погибло уже два игрока это же брюс вместе с хитрым и лео продолжает аркаду сейчас под ищи а здесь он может собрать очень много информации что под аркой центральной копы попросту никого нет и скорее всего вся суета будет именно под бэп лентом но пока что лео не заигрывается не позволяет себе большего просто поджал под арку стоит и ждет но под бэп лентом хватает укрепления здесь хватает огневой мощи для того чтобы принимать соперника там еще и хаешечка есть у тумилина который можно на заход отправлять ионокс залетает на перестрелку краната тумилина настигла все-таки гадянского ионокс разменивается ионокс а вот тут линейку можно было подарить но этого не произошло для тумилина очередной фраг погибает ионокс остается аумин аумин промахивается очень много промахивается за что его не прощает лео есть раунд для ахутер поехали вижу им была выбрана пгм к для кемперов это весьма такая тема чувствительная сами понимаете иногда даже можно с тем же читаком который раньше вот туда примерно как-то поменялись может быть не очевидно для нас какие-то вот такие изменения которые привносили в игру ну то есть кимпу в принципе не трогали на трогали другой там броню какие-то может циферки поменяли я не знаю в общем читак довольно таки часто как будто бы стал не шотик уже речи понятное дело никакой не идет про эльку это в принципе ты скорее всем просто руки-ноги пообломаешь но ходить они будут вот о чем речь а пгм-ка довольно таки интересный девайс если был бы здесь мелкий он бы меня наверно поправил просто я могу уже не точно быть в этой темке у пгм-а есть пассивка сейчас заход там суета под вэплентом где тумилин пытается сопротивляться уже четыре соперника против него один минус нашел трое еще осталось тимоха врывается в этот файт с ударом ноги но только один минус этот удар ему приносит лакост хаешки пытался еще вас помешать своему сопернику поставить бомбу но коби слопал двоих и не заметил очень уверенный крепкий раунд от команды год комплекс под б-сайт продолжай продолжаю сейчас тут центральный кафе вот что смотрим за ним врывается в цик а фейс минус 1 да дайте посмотреть его уже убили пока кнопочки вот эти все пронажимаются минус 2 хороший вроде как в лед пошел муха топот это должен сейчас слышать что тут стоит коби и съедает пули все которые выпустил тимуха кстати неплохо вывернулся ну не на самом деле казалось что он должен был его съедать по идее оставил на 3 хп игра в двойке эту миллион минус хорошего как нашел и заставили йонакса смотреть на лево направо на с другой стороны он сам себе в такую позицию загнал типа это больше его ошибка кажется потому что но но ты вроде если стоишь в альфе зачем ты вот вот так вот уж и сами понимаете твои проценты моментально понижаются на взятие раунда и тема про который говорил там с пгм у него пассивка что на дальности не режется урон типа кемперок если что то же самое есть как у штурмовых просто есть пгм есть мсбс пушка которая в пейн-бланке присутствует но не на турнирах у нее тоже урон не режется как-то так работает ну слушай был сейчас достаточно неплохой шанс для год комплекс закончить эту карту уже прямо здесь и прямо сейчас но они этот шанс упустили правда у них есть еще как минимум две попытки для того чтобы взять для себя победу если они и эти попытки упускают то мы выйдем с вами на овертаймы есть контакт на длине на умин и так был в рудом состоянии лакост еще и до его головы добрался но там лево поджимает ищи и находит голову хобби и на этом он не остановился пошел дальше прожимать эту подарку но ста спавна его достаточно быстро срезал брюс есть попытки играть на четверку там фейс периодически проявляет агрессию но его перекрывают смоками и под смоки заходи дело неблагодарное все мы с вами это знаем на семерке сейчас находится йонокс тумилин попытается остановить выход под б-плент ресурсов команды хокерс более чем предостаточно для того чтобы разыграть оборону 4 в 2 с учетом того что атака вообще разделилась сейчас по разным фронтам там йонокс под б-плентом суеты наводит брюс карнавал открывает под б под а но по итогу лакост убирает брюса и йоноксу по голове настучал тумилин а вот теперь мы с вами уже в шаге от допов но я еще также вижу как вот трясутся там ребят те которые ставочки делали потому что ребят так ставки если что на карту мало кто-то подключился только сейчас и пропустил когда мы стали сам начали о том что на данный момент пока что время на сегодняшний вечер до на сегодняшний вечер принято решение на карту если что мы вам заранее говорим мы тогда тоже заранее сказали как только это поменять может кто-то все-таки когда если если так получится что короче могут некоторые задавать лишние вопросы но не то что лишние когда не услышал прослушать да спасибо и это слово почему-то не нашел у себя в закромах так скажем вот в общем не еще что будет бог и вот именно что сам интересный момент чью пользу раунд упадет будут ли у нас на парке на счету и будет до и или же в ряд как комплекс на этой карте аумин но судя по исполнению этого раунда со стороны команды год комплекс они загнали себя в какие-то жесткие рамки вот так парни до этого играли супер динамично там в первые же респауна до тайминги а здесь они просто засели и сидят еще я уме на потеряли а времени то все меньше и меньше вот это может очень сильно сейчас им помешать я всегда говорил и буду говорить то что крайний раунд карты на него давать будет особое внимание для себя вы сами себя сковываете вы не играете так как играли до этого выход под веб-ленд по итогу для тумилиона даблкил для лакос даблкил и все это дело перекрывается победой в раунде для команды хукерса это овертаймы друзья но без допов никуда особенно в рамках сезона сушить первый день старта сезона сразу же топ и вот это я люблю ну кстати да реально вопрос хороший я даже постараюсь запомнить для себя может там ребята как-то спросить узнать это реально очень на это похоже я бы даже сказал что у этого но и я люблю в процентах иногда говорить на процентах 80 мне кажется что ребята просто страх почувствовали когда вот у них все они уже вот взяли два раунда после смены у них сейчас счет 7 вот им нужно было бы один раунд для победы и вы попробуйте себя поставить на это место на их и получается что этот страх вас может как уже говорил максимка сковывать и ты принимаешь точнее наоборот даже не принимаешь решение ты просто обещаешься что-то что-либо сделать и вот такая тема с допами ну да в допами а черт кто кого год комплексы думали что без допов играются но ничего а где ярик но судя по конференции он там вроде как писал что может опоздать и судя так же по этой конференции что ну да значит на этот случай из ребят замена так ну поехали посмотрим теперь уже за дополнительными раундами на карте металл смогут ли здесь дожать для себя ребятки из команды хукерс и не подвести тех кто в них верил сейчас просто кто ставил на команду комплекс сидят такие но вот кто их ставил на команду хукерс определенно напряглись в этой ситуации но они спасли положение выходом на овертайм и может быть на овертаймах ситуация полностью перевернется заход сейчас на длину лео пытается здесь уже оказать сопротивление под бтром закидывается пару хаешек и по дальней дистанции работает еще и лакост который прикрывал проход своего тиммейта от хитрого есть контакт закрывает лео и от плюсы еще хоть шот по лакосту залетел достаточно неплохой но как-то на длину вышли но вышли очень робко так а можно мы пройдем там ну пожалуйста и что то убрали двоих а по итогу получили по головам еще четыре игрока и всех их просто перекрошили на длине оставили одного тумилиана который просочился там под в плент может быть в центральном кафе еще сможет выстегнуть коби который периодически там в окне появляется но один против троих ставит бомбу опасное решение но может быть она себя оправдает он сразу же идет по цк на услышит его здесь коби или нет нет коби его не услышит коби первым получает по голове но теперь по нему есть информации тумилиан пытается менять позицию он слышит ионекса ионекса надо ловить на нет ионекса не успел подловить но как минимум решение которое принято милин она была достаточно неплохое вырубил бы еще и ионекса здесь можно было бы уже поиграться там с хитрым который заходил через вино бы плента но это если бы дк бы раунд для команды год комплекс есть оборону них явно идет покрепче и не у них какое-то вот знаешь я тоже могу понять по себе а кстати ну привет хаешка баткин второго просто фейсу дали подкрепу и в этом уже забавно работать даже нам с максимка падала помочь вот как раз охот пошел здесь опорника не хватало здесь подорвали ионекса и вот он пошла пошла проблема но и все валится я я и знаешь уже тоже это все комом нарастает и к сожалению как раз таки для господ из год комплекс ну вот все это эмоционально на них сейчас наваливается они вот говорю запах победы будут когда было семь раундов отлично же отыграли первую сторону на вторые на второй пошла проблема и кстати а может быть может быть боди иногда такое делает вот боди может но здесь знаешь ты можешь просто камерой сразу же подлететь к столбу по нартому и увидеть там отметину от пули и вот если бы не столб боди но у скопом убрал бы с широкой игрока я не посмотрел кто там находился вот если бы не столбик уже было бы минус 2 и один в один бы попытался доигрывать не получилось не срослось немного не фартанула к успеху шоу молодой человек но ответочка ответочка есть для команды хоккерс они прошлый раунд разыграли очень дерзко я бы так сказал под п-плен просто ломились без какого-либо стеснения ну а здесь была попытка зайти все-таки на вино и коби достаточно быстро пресек этот заход он закрыл за собой лакоста тимоха залетает по каешку в соло ну понятное дело даже если бы вслед за ним кто-то шел это граната бы заставила их отойти немного назад и тимоху в любом случае оказался один но сам факт того что он туда побежал без поддержки команды которые еще не были к этому готовы был достаточно рискованным лео один против двоих у него два соперника на карте первого подрезает а второй это аумин аумин играет с кимпой мы сейчас слоу граунда воевать против своего соперника в пленту супер неприятно но лео не догадывается о том что делает аумин на данный момент аумин уже перестроился и он находится в центральном кафе а лео тоже уходит лео уже находится на т-спавне и сейчас будет слышал 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 аумин промахивается есть теперь новая информация для лео что соперник в цк можно вернуться попробовать на б-плент почему бы и нет аумин то выжидает то что лео будет пытаться его дальше пушить он может здесь не поймать тайминг выхода лео да аумин его не ждет и лео спокойно может проходить сейчас под плент и ставить бомбу аумин все еще его выжидает где-то в районе т-спавна но бомба будет установлена не то чтобы он потеряет на этом супер много времени но как минимум позиции ага видел видел лео своего соперника со снайпером такое делать опасно очень опасно но лео наносит урон оставляя своему оппоненту 9 процентов здоровья и добивает в голову своего оппонента аумин был крайне близок в любом случае для того чтобы убрать лео у меня эффекты я не знаю вроде бы их не настраивал может быть что-то изменилось с обновлением когда лео стоял за ящиком и аумин сделал выстрел от ящика отлетела щепочка то есть аумин ударил именно вот там малюсенький пикселящик этой текстурки от ящика чуть-чуть выше и убрал бы лео и вот на таких микро моменте как складывается ситуация в раунде для команды хокер за атаку это уже двоечка я думаю на рамках овертаймов они этой двойки могут быть рады и довольны но может быть сейчас еще и тройку заберут 2 в 4 можно перевернуть но чисто теоретически пока что аумин в центральном фейс опять же нагнетает обстановку но в этот раз ему не удается найти для себя фраг аумин находит минус на фейса и остается лео один одинешеник при проходит через длину аумин здесь уже не прощает наказывает оппонента дабл киллом и двоечка есть также для гутко я кстати ну мне кажется что мысли рассказываем что это двоечка у хокерс по весу довольно таки большая сейчас то есть по ее качеству так скажем потому что они в основное время отыграли хуже и как бы сейчас забираете два раунда то уже в принципе с кайфом потому что сильная страна для соперника раз и вы ее хорошо отыграли я считаю два раунда все равно это с кайфом даже пусть еще так не закончился но неважно в чью пользу вот такие дела попытались восстановить центральный кафе сейчас умилен 33 здоровья 33 здоровья 33 здоровья но и страха заход на длину ой на длину на плен тому через длину давным-давно уже прошел лео эта проблема большая тумилина гранати подрывает еще и брюса а от лео дабл на зачистку а плента полностью на это троечка нет атлет ответ сто процентов киберк атлетический атлет леон вот ты до этого говорил что двоечка до сам достаточно крупная по весу для команды хукерс а сейчас уже троечка это сморка так скажем я согласен я хотел сказать то что можно ли уже говорить о том что ситуация слишком усугубилась для команды год комплекс насколько высокие варианты их возвращения сейчас кажется ну один раунд ну чё вы нагнетаете но один но смогут ли они в атаке сейчас разыграть настолько же идеально для того чтобы осилить точнее пересилить своего соперника по взятым раундом и по оптам но заход сейчас на семерку там хитро из рубашки пытается думать против тумилина а вот и придумал а вот это может сейчас очень большую роль сыграть под б-плентом собственно куда уже идет перетяжка от команды хукерс здесь находится тимоха аумин по дороге подрезает еще и лево тимоха дабл килл идеалити но аумин разворачивается под альфу здесь находится один лакос антон справится ли с задачей остановить своего оппонента под альфой вот в чем вопрос аумин простреливает уже потихоньку через моему по лакоску есть информация есть контакт минус отressing а science а теперь уже 2 в 2 и будет попытка поставить бомбу возможно но эту попытку должны будут пересекать тому же тимохо находится на длине а у меня его может прочекать но он ставит он ставит в закрытую он может не ожидать этого контакта от тимохи прюса прParise слышали эти мох об пове находится брус срезает своего соперника остается défес хорошее хаешка на у меня и теперь уже брус один на один брюс в упоре есть важно информации у face а фэйс промахивается плюс нажимать своего оппонента И это первый же раунд на смене сторон Давайте еще один топ Стоп, 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 поехали Здесь момент был очень странный От фейса, наверное Могу только предполагать Опять же, ну иногда попасть Что-то вот как-то и случайно на прогул нажимаешь И прыгаешь в итоге на месте Кстати, тут вот цк фейс минус раз, минус два Мог еще третьего добирать, но нет И пытаются здесь гэт комплекс как-то брать Как раз таки к тому, с чего и начинали В основное время-то было Они же фастовали, цк были вот эти смелые решения, смелые раунды И вот такая тема Про предыдущий раунд, что говорил Просто, что кажется случайно, мискликнул, нажал на пробел И в итоге на месте прыгнул И вот этот момент оказался просто странным И убить его в таком случае чуть полегче было Если бы он просто стоял, к примеру Ой, а там тиммейты нашивают по левому А может это, кстати, байт просто пошире мистеряет И вот им наш отводят глаз А у Мин не чекал БТР С другой стороны, вроде бы как он смотрел арку Поэтому не думал о том, что кто-то может быть в упоре на БТРе Коби Клач лета 1 в 4, двоих он сейчас забрал 2 в 1 против него Уловы игроки В свою очередь у него 19 лишь только процентов здоровья Ну и минута на таймере есть у него Еще как минимум Ну и другие там скидочные, если так скажем Ой, хэшка без инфы дорого Ой, как бабулька дедулька пришел Ой, что-то у вас тут дорого Я вот сейчас таким себя увидел Ну, с другой стороны Здесь вопрос уже заключается в другом Без этой хэшки можно было обойтись Но если он именно ставит себе задачу перемещения под Б плент То, ну, чисто теоретически можно было вылететь А-ля там префом и так далее Но он этой хэшкой сам себя спалил Он один против двоих Он отдал хэшку По звуку гранаты Команда Хукерс просто сделала для себя выводы Что происходит Они зашли, посмотрели под аплентом Никого нет Логично, что соперник, скорее всего, где-то на противоположном пленту находится И это Б А времени это все меньше и меньше Но Коби по-прежнему все тщательно чекает У него все до секундочки вымерено Калькулейтед Бомба устанавливается Ну, а Тимоха вместе с Тумилианом, в принципе, не изобретая велосипед Просто ждут, пока Коби что-то сделает И он сделал Бомбу поставил Для Тумилиана есть информация, что оппонент не уходил на семерку Это как минимум Он постоянно мониторил вино А вот теперь и есть голова Коби Хорошо Так, а вот теперь вопрос Ситуация-то усугубилась для кого? Для команды Хукерс или для команды Год Комплекс? Что-то мы вот там говорили Такое было дело перед стартом смены сторон Но сейчас-то один раунд до победы остался И вот этот момент как раз тоже Вот я тоже к чему еще пытаюсь вас привести Чтобы уже, да, глубже как-то оценивать, анализировать матчи Вот после такой штуки вы думаете, разве не поднялась моралька? Тем более он там, смотрите, на гимонок Хорош, говорит, это друг мой Вот, ну, типа такого Кстати, вот, пожалуй, да Пока вот так вот остали Мало ли что напишут Короче Такая штука, ну, не может не заряжать На что-то положительное И какой-то хотя бы вот Такой пакетик с дизморалью Убирать Который, кажется, что был там Вот, ну, игру Вы 5-2 выезжаете за одну сторону Переходите И вы только там 2 забираете Выходите в итоге на доп И понимая о том, что Блин, где-то не дожали Вот какая-то дизморалька с вами сзади идет А после вот таких вот штук Когда тиммейт оттащит что-то хорошее Ты такой Во-первых, да, это мой тиммейт А во-вторых Типа, ну, класс Вот и все И пошли вперед И поэтому здесь Чуть-чуть уже как раз В сторону фулки раз идет Что типа, блин Ну, 1 в 4 Это максимально неприятно Давать раунды Невероятно важны Поэтому они сейчас вышли В лобби Сбить темп Который есть, нету Им не важно Они просто вышли Если что, обсудить И самим выдохнуть Типа, потому что Можно сидеть на одном дыхании И играть Это не то же самое Многие, да, как бы Могу сказать, да Логично Но, блин Смотреть и играть Это разные штуки Поэтому ты можешь С спертом дыханием Очень долго сидеть И вот это непросто А здесь вышли Ну, как вышли Так и зашли Да Брюса прогнали Но, тем не менее Выстегнуть Лео Он успел Коби попытался Вернуться на длину И, возможно Попробовать как-то Отомстить своему оппоненту Но не получилось За это он тоже Поплатился там Немного хпшкой Перемещение на бэпленд Раскидывается гранаты Под широкую Причем гранаты Достаточно неплохие Для Тимохи был минус Хитрый разменялся Отдали Тумиллион Вступает в игру Вместе с Фейсом Фейс приходит На поддержку Есть информация по Коби Алмин остается Один против двоих Находит минус раз Это был Фейс А еще двоих Надо убирать И на широкой Сидит Тумиллион По Лакосту Но есть Есть информация Видел прекрасно Алмин Своего соперника Но не успел Выстегнуть Сам получил По голове В первую очередь От Лакоста Нежели успел Среагировать Есть ответный раунд Для команды Хокерсона Здесь надо еще Хотя бы один Для того Чтобы брать допы И еще одни допы Но посмотрим Коби Минус на Лакост Размен от Фейса Пока что все стабильно На разменах действуют Наши команды А вот Фейс Уже находит Дабл килл И выводит свою команду На численное преимущество Минус от Тимохи Погибает Алмин Остается Коби Вместе с Йонексом Но надо ультовать Пацаны Походу Да Так и надо Но А когда Если не сейчас Вот на Б Всех пропустил Никого не увидел Тумилен Но звуковая информация Для него поступила Не выход Йонекс Остался последним Четыре соперника Но здесь у него Забрать это не удалось Раунд до себя Забирает Хокерс 12-11 И сейчас Последний раунд Ммм Интересненько Который решает все Ну давайте Уже допы 100-100 Там вот это вот Все дела Илюшка ждет Допы 100-100 Уже наверное Месяца полтора Подарите деду Уже Сделайте сюрприз Смотрим Справится ли Гуд комплекс Им надо взять Этот раунд Если берут Все хорошо для них Если нет Все печально Ну по крайней мере Печально на этой карте Ну и в этом раунде В очередной раз Все кто ставил На команду Гуд комплекс Такие Цены Че ничего что Все же нормально было Лео опять поджимает Арку И по нему есть информация Он это делает Уже не первый раунд И есть ощущение Что он здесь Выполняет роль Раздражителя Мол давайте 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 пацаны А у него за спиной Стоит Фейс Вместе с Лакостом Который просто Расстреливает всех Кто пытается выйти на Лео И здесь уже Четыре трупа на длине Откидывается Хаешка Брюсом Он подрывает Лео Но он один в четыре Это надо тащить Какой-то Немоверный Клащ И делать Эйс Видит Фейса Но нет С Фейсом Такое дело Не прокатывает И все Кто ставил На команду Хукерс Выдыхаем Резко Дерзко И спокойно Вы Свои баллы Не потеряли Ну а Вот это Уже победа На первой карте Для Хукерс И смена сторон Деловой центр Ой смена сторон Смена карт Вторая карта Это деловой центр Ну давай Твои Предикты На вторую карту Да я Кстати По второй карте Я в целом Вот как раз Навстречу Если говорить Меня там Спрашивали А что они Что они Вот Да Они За счет Сбились Они такие Типа Три два Три два Все 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 верно Да Может Сейчас Смена Должна Т Сторона Короче В целом Навстречу Меня просто Спрашивали А что кто кого Ну Я посчитал так Что шестьдесят пять На тридцать пять В сторону Хукерс Вот Но на самом И мне сказали Ну Вот Какая-то печаль Говорит Тридцать пять Это же не ноль Звучит максимально Логично Надо так и есть Да Надо понимать Что проценты Это реально Ну Не знаю Мне кажется Так Тоже просто Легче ими Оценивать Что ли Ситуации Какие-либо Потому что Сложно сказать Что именно Вот эти выиграют А эти нет И у них Типа ноль шанс Да нет Ну что-то же смогут Однозначно Вот Взять Даже Мидтаун Мидтаун Это карта Которая показала Что в этом матчапе Может все Поменяться Просто Опа Соточку уже Ну ладно Даже не соточку Девяносто девять Процентов На то что Ну все Приехали Приплыли И они такие Парни Ну парни Ну погодите Но сейчас Сейчас доиграем Сейчас доиграем И возьмем Три раунда подряд Да как это было Так что Процентное соотношение Так сказать Статистика Которую мы вымеряем На дистанции Это конечно дело хорошее Но эти команды Уже показали Что они друг друга стоят И все может меняться Просто в считанные секунды Даже доли секунды Для Йонекса Это даблкил Но тут же Размена От Тимохи Прилетает Ну и Кобянского Пытаются загнать Здесь в ловушку Очень сильно повезло Локосту Что он не погиб Откидывая гранату Но Коби Сдаваться здесь Просто так Не собирается И все никак Локост не может Справиться С Кобянским Зато справляется С Саумином Тумилин его убирает По Коби Тоже есть информация Они вдвоем С Тимохой Заходят на Б-плэнд Это Тумилин Вместе с Тимохой И выключают Коби На длине Так что Первый раунд На деловом центре Для команды Хукер И лобби Нас ожидает Ну да Там ребята Как-то в четвером Начали И три раунда Стоит Тут Не поменялись Допов Такие дела О Ну не На самом деле Тут я Просто смотрю С молодым человеком Одним в чатике Общался Сейчас понимаю Что наверное Я зря пытался Им объяснить ситуацию Потому что Некоторым Сложно Объяснить Тут реально Как я бы Слова не использовал Шансы маловато В чем конкретно Смысл-то был Когда Коби Оставался Одним в четыре И я сказал Слово типа Дорогая хаешка Он такой Типа Че вы тут О чем-то лишнем Говорите Допустим Слово дорого Было использовано В контексте Того Что вот как Бабульки Дедульки В их стиле Говорить Дорого Там вот Просто Не понял Прикола Ничего страшного Просто Смысл тебе Вот так вот Извергаться Не знаю Ну если что Без всякого негатива Я просто Четную попытку сделал Объяснить человеку Окей Продолжаем За просмотром Защиты Которая падает Один за другим Здесь в Хокерс В принципе Крепко Крепко отыгрываю Вот эти два раунда Так точно Но опять же Статистика нам говорит о том Что 2-0 Потом там 2-1 Какие-нибудь вырисовываются Если конечно Морально не подсдали Сейчас игроки команды Год комплекс У них была достаточно Сложная Первая карта Миттаун Где они были Как в шаге от поражения Так в шаге И от победы Несколько раз И по итогу Все-таки проиграли Эту карту Но вот В шикарном Расположении духа Сейчас прибывают Ребятки из команды Хокерс Заход на длину Где Лакосту Опять же Никто не сопротивлялся Ни в ближний Ни в дальний Они не отдавали Контрагрессию В дальней дистанции Лакост здесь был Достаточно жесток Он уже убирает двоих И пытается пройти Соло через длину Ему это позволяют Антон Остановись Три полкил Уже есть для Лакосту Он по сути соло Открывает этот проход На позиции Бэплант Адлет У Милена и Лео Еще по фрагу Там оставалось Но опять же Раунд можно назвать Раундом Лакосту Это 3-0 Ну и За 3 раунда Ладно За 2 раунда Там до этого Перезаход был Один фраг у Брюса У команды Год Комплекс Дали все по нолям Это плохо Это не есть хорошо Прям совсем не есть хорошо Такс Ну дэм Той депутат Сейчас как-то Может подумать Но Ну блин Не знаю Какая проблема Может быть для Год Комплекс Здесь Хотя с другой стороны Крепкая атака От Хукерс Которая Обезоруживает Что ли оборону Здесь Если может так красиво выражаться Которые подходы Не могут найти Здесь только Наверное Знаете Вот тоже этот момент Нужен Чтобы какого-то Из ребяток Что-то Невероятно Изобразил Там 1-4 Затащил Что такое Чтобы все выдохнули И понимали Что где-то вот так Все-таки Они могут там Вылезать Какие-то фраги Делать Моментики Сейчас 4-0 И супер боль Но они Походу решили Просто скипнуть Карту деловой центра Так что не было ничего Забыли Проехали Пошли дальше Для фейса Это First Blood Фейс уже Даблкил Он просто заходит На зиг Его никто сейчас Установить не может Но за исключением Брюса И то Брюсу приходит Достаточно неплохо Так пострадать В этом файте Лакос заходит Через длину Забирает за собой Брюссельского Хитрый разменивается Но Тимоха Не оставляет шансов Даблкилом Это 5-0 На первой половине И это просто Это тотальное уничтожение Со стороны команды Хукерс Есть Для атаки Для атаки Прям от Хукерс Супер с кайфом Это Тоже Опять же Супер облегчение На самом деле Потому что Вот После Первой карты Кстати Готов Готов Для них это В общем с кайфом Ну куда? Где ты? Ноль нажмись Во Спасибо Так Ну поехали По процентам Здесь кстати Вот тоже Я сейчас Как-то Вот такую Может быть Темку Ввожу Что Смотри на ЦК На ЦК Оборона Здесь уже Себя знаешь Почувствовала Слишком вальяжно Но 5-0 Кажется Что дает тебе Повод Для Педали в пол Вот попробуй Там Фейс уже просто Готов был Вылетать На четверку Правда Его немного Остепенили Но и тиммейты Разменялись Это 3-2 Продолжение Где Йонакс Коби На центральном Находится Тимоха Там немного Суеты Подновел Под Б Плантом Не пропустил Оппонента Через ДЛ Есть инфа Еще и по Йонаксу Но он промахивается Тумиллиан Разменивается Йонакс Остается один Но и по Йонаксу Тоже есть инфа В принципе Лево Вместе с Тумиллианом Могут сейчас Свободно Вдвоем Надавить на Йонакса Правда У Йонакса Есть время То есть Ничто его Сейчас не заставляет Идти и ставить Бомбу под Б Вот эти 3 ХЕшки На чек Зиге Это вот И четвертое в дом Все раскидали Абсолютно все Очень дорого Сыграли Да Понятное дело Что они Могут массой Индивидуалкой Задавить сейчас Просто своего соперника Но ХЕшки При ретейке Планта Они никогда лишними Не будут Вот сейчас на пятерочку Ага Полетела Хорошо Выманивают Йонакса Но это был смоук Вот если бы Йонакс не отреагировал На этот смоук Если бы он не вышел Могло все измениться По-другому Но опять же Это вот эти моментики Если бы Там что да как Это 6-0 Карта деловой центр После Миттауна Который был В максимально плотном Сопротивлении Ожидать 6-0 На деловом центре Ну Я лично Никак не мог Но Здесь можно только Пока что встать И поаплодировать Ребяткам из команды Хукерс Это была Действительно Очень жесткая карта Но и также Поблагодарить Команду Гудкомплекс За то Что они показали нам В рамках Миттауна К сожалению Деловой центр Для них опять же Не удался Но у них будет Видеоматериал У них будет возможность Посмотреть реплей Сделать выводы И стать Более лучшей версией себя Но сегодня Хукерс Определенно Оказались Сильнее Поздравляем их Также с первой победой В рамках Старта сезона Но у нас Еще один матч И если там Илюша Там что-то Про проценты Хотел добавить Да с процентами Такая темка Что вроде как Все объяснил Вот Но в целом В целом Просто что вот Вариант оценки Такой существует Поэтому смотрите Кому как удобнее Просто я и стараюсь И так и сяк В общем-то Готовимся К следующей встрече Она у нас С вами будет Ну по расписанию 21.40 Надеюсь Ребятки Приготовятся Чуть пораньше Потому что Если нет То это еще Минут 30 ожидания Надеемся Такого не произойдет Ну в общем Надеемся на лучшее Готовимся К лучшему Все Как обычно Музыкальная пауза Ребятки Музыкальная пауза